Вадим скажите пожалуйста как быстро и постоянно понимать что происходит на аккаунте с товарами и вообще получаю прибыль или нет Виталий смотрите у Амазона в селер централе много отчетов и они расположены не всегда очень удобно и не всегда точнее все они дают в данные в разные единицы времени например обонплата Амазона про которую мы все знаем раз в месяц берется выплаты Амазона нам на счет раз две недели рекламу снимает за рекламу Амазон снимает ну как ему захочется примерно то же самое за хранение тоже за какие-то интервал есть разные интервалы чтобы все понять в одну единицу времени свести баланс да вот как у нас бухгалтера сводит баланс они из-за того что Амазон так вот дает как-то беспорядочно данные может дать этот баланс только бухгалтер да может дать только через полтора-два месяца а если мы продаем сегодня вот первого числа второго мы продаем то мы узнаем например 1 октября то мы узнаем о том насколько это было полностью прибыльно да мы об узнаем не знаю когда 30 ноября не раньше если как бы пользоваться отчетами поэтому мы сделали вот такой график который еженедельно дает информацию о том что происходит мы как правило об делаем об тестировании или делаем какие-то изменения по рекламе или ставим новые картинки или меняем там ключевики мы смотрим результат какой будет там где-то через неделю не раньше да Амазону надо время принять эти данные и начать на них реагировать он не реагирует моментально поэтому вот еженедельно она себя оправдала то что смотреть что происходит как раз можно и подредактировать что-то или поменять или как-то вот реагировать правильно если пользоваться там амазоновскими отчетами там помесячными то ты получается что-то делаешь неправильно ну или скажем не максимально эффективно не максимально прибыльно а через там а через месяц ты узнаешь что отдал ты работал ноль но ты что-то поменял это опять надо месяц ждать вот смотрите на этих графиках это суммарный график по отчету пол отчетный по всему аккаунту по всем товарам суммарно да вот там один из наших графиков что на нем видно вот салатовая колонка это сколько единиц товара продано и сколько на кую сумму но эта сумма амазоновская да ну сколько amazon забрал себе а второй вторая колонка это насколько мы продали по рекламе не сколько потратили сколько продали вот и потом идут колонка сколько люди запросили тут уменьшили как бы нашу прибыль возвратов до вернули нам товар дальше у нас идет а сколько снимает amazon за хранение ну вот здесь ничего не снимал позже начал снимать ну здесь у нас мало хранится мы довольно таки оптимизируем все и вот желтый это сказал желтая колонка сколько мы потратили по рекламе по мануалу по ручной рекламе по по автоматам у нас есть график вот у нас в общем показывает окос как правило автоматы меньше бюджета чем на мануалы поэтому мы смотрим насколько она нормально работает здесь есть такой комментарий по графикам думали несколько вариантов сейчас если что-то выносится наверх на сто процентов так сказать да вот это это если данные если нет данных то есть вот здесь на этой неделе на этой у нас крутился автомат но по автомату не было продаж то есть были какие-то расходы но продаж не было как бы на ноль делить нельзя поэтому ну то есть это не окос 0 а кос как бы мы теряем деньги ничего не получаем поэтому мы выносим на наверх смотрите можно проверять вот как у всех на телефонах стоит селлерс централ люди проверяют какие у них продажи да там еженедельно ежечасно там каждое утро вот то этот график как бы позволяет проверять реже заниматься более скажем конструктивной работой и вот здесь на графиках самая полезная линия это вот черная линия которая показывает общий экономический общее состояние аккаунта так называемый общий окос это соотношение всех затрат ко всем продажам разделенное на 5 ну то есть примерно так что мы понимаем что 80 процентов от вот этой суммы от на которую amazon продал она выходит или амазону или мы берем на перезакупку товара ну или вот вот накид от вещи на идет или на возвраты но это в среднем по статистике то есть от этой суммы наша прибыль как правило 20 процентов и вот этот черный но это как бы в идеале а вот этот черный график он показывает сколько от этих 20 процентов да ну какую часть от нашей прибыли мы потратили то есть чем ниже этот показатель вот колонка черная да тем больше у нас как бы осталось денег то есть если мы потратили больше чем сто процентов у нас пошли всякие расходы то это означает что мы минусе и у нас это вот на черном на линии выделяется красными до символами значит красное что-то идет плохо если желтая все нормально если зеленая ну более-менее хорошо это у нас последняя неделя которая сейчас данные еще не подтянулись они за неделю подтягиваются ну то есть вот здесь как бы видно у нас идут хорошие продажи эти две недели мы мало тратим на рекламу и принципе вот здесь он 40 процентов то есть от нашего скажем от 1500 это 300 долларов прибыли от 300 долларов прибыли мы вот там где-то потеряли где-то процентов 40 ну то есть там где-то долларов сто сто восемьдесят мы заработали ну какие есть куда улучшаться но в принципе мы работаем прибыль на следующую неделю у нас расходы по рекламе возросли и естественно общая экономика аккаунта несмотря на то что и поднялись продажи общая экономика аккаунта ухудшилась в районе 60 процентов то есть мы больше половины того что заработали мы мы потеряли потом неделя если мы видим вообще и продажи упали и арик затраты опять же растут и и мы выходим уже где-то в районе ста процентов то есть мы практически не зарабатываем вот какую-то неделю мы увидели что окей идет к это не неправильная тенденция мы уменьшили расходы уменьшили расходы естественно и сразу же реклама упала или упала прибыльность а потом мы начали определенные действия под принимать и вот сейчас мы опять подняли расходы по рекламе но посмотрели какие ключевики лучше хуже работают и так далее и вот как бы пошел отзыв на прошлой неделе мы уже хотя бы не теряем деньги и пошли вверх продаж